Здравствуйте! Вы смотрите новости набережной Челны в студии Альмира Гайнудинова. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Проблема старая и не решается. Челнинцы снова пожаловались на заброшенное здание возле НГПУ. В Санкт-Кузнечине начались проблемы с электричеством, а из-за чего узнала из Ляшей Мухаметова. Возле 71 микрорайона из сельского поселения Большая Шельна построили мечеть. Какие внутренние работы осталось сделать и когда планируется открытие, узнаете в сюжете Лисанга Бдрашитовой. Поблагодарил за неравнодушие и патриотизм. Войнослужащий с позывным «Третий» встретился со школьниками. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебели, смесители унитазов. Задумались о ремонте? За обновлением сантехники обращайтесь в «Много ванн». Дорогая, я нашел магазин «Много ванн». Какие здесь ванны, какая плитка, красота и цены приятные. «Много ванн» в Сююмбике 21, остановка 41-й комплекс. До конца месяца скидки на ванны до 40%. Брошенные всеми забытые здания. Челнинцы пожаловались на заброшку, которая расположена в поселке Зят. Здание находится недалеко от учебного учреждения. Сотрудники студентов вуза и СУЗа опасаются ходить там. Особенно по вечерам. А темнее сейчас гораздо раньше. На место выехала наша съемочная группа. В течение пяти лет Дмитрию Чудинову приходится каждый день проходить мимо этого заброшенного здания, чтобы попасть в учебные заведения. По его словам, за несколько лет она стала выглядеть еще хуже. Я не знаю, кто здесь может обитать. Может, это просто жилье для них. Также видно следы копоти. Тут они какие-то костры разводят, пожары. Также тут есть, как я слышал, сам не видел, потому что мне это не представляло угрозы, эксгибиционисты. То есть даже преподаватели боятся вечером уходить и иногда просят их проводить до остановки. Это здание заброшено уже много лет. Мы неоднократно снимали сюжеты на эту тему. И с тех пор ничего не изменилось. Здесь по-прежнему грязно и куча мусора. Люди превратили здание в настоящую свалку. Здесь можно найти все – и шины, и бытовые отходы, и строительный мусор. Среди них есть еще и одежда, обувь, пищевые отходы и бутылки. Здание пустует уже давно, а его облюбовали люди без определенного места жительства и собаки. А рядом находятся учебные заведения. По словам студентов, им приходится ходить в группах или сопровождении кого-нибудь. Достаточно страшно, особенно зимой, когда темнеет рано. Потому что здесь атмосфера нагнетает, и собаки бродят. Мусор еще складывать любят сюда. Просто кто-то приносит, и он здесь скапливается. Данный объект был зарегистрирован под собственность НГПУ в 2023-м. Как нам сообщили, в образовательном учреждении снос заброшенного здания планируется в следующем году. По проекту на данном месте планируется создать парковку для индустриально-педагогического колледжа, который очень востребован для сотрудников и студентов. Азиля Шаймухаметова, Сергей Вильданов, Новости, Набережные Челны. В одном из садовых обществ Тукаевского района произошло ЧП. СНТ Кузнечное, на территории которого находится 460 участков, осталось без электричества. Из-за наступивших холодов и большого потребления электроэнергии из строя вышла единственная трансформаторная подстанция. Какие меры будут предприняты, в проблеме разбиралась Айзиля Шаймухаметова. Эльдар Ахмед Сагиров живёт здесь с 90-х годов. По его словам, в последние годы часто возникают проблемы с электричеством. Обычно осенью бывают перебои. На днях же трансформаторная подстанция вышла из строя, из-за чего без электричества осталось 460 участков. Без света и электричества очень тяжело, особенно сейчас, когда начинаются холода и быстро темнеет, отметил Эльдар Ахмед Сагиров. А ведь все услуги он оплачивает вовремя. Я живу здесь много лет. Всегда свет было. Вот в последнее время только что-то было. А так, остальные, всё нормально. Осенью так бывает, и потом эти перестают. С электричеством проблемы начались 2-3 года тому назад, отметил исполнительный директор СНТ Кузнечный. По его словам, люди начали строить дома, подключать тёплые полы, а на это не были рассчитаны киловатты, поэтому стало потребляться больше электроэнергии, в результате чего возник спой оборудования. Также есть люди, которые не платят за потребление света. Их общая задолженность составляет 244 тысячи рублей. В настоящее время с помощью исполнительного комитета Тукаевского района и сетевой компании удалось решить проблему с подстанцией. Выделили подстанцию новую, взяли мы её в аренду. Вот теперь будем оплачивать ещё аренду за подстанцию. Ну, всё равно электричества не хватит. Подстанция не шибко мощная, и тут не одну надо, две надо ставить. Расстояние большое – почти 1600 метров. И поэтому эта подстанция не рассчитана на такой километраж, отметил Виктор Шварцкопф. На данный момент правление общества обсуждает возможность установить вторую подстанцию, которая решила бы все проблемы. Но, как показала практика, не все дачники готовы это оплачивать. Всего же на территории Кузнечного зимой проживает 18 семей. Айзеля Шаймухаметова, Кирилл Хабзейн, Новости, Набережная Челны. С начала прошлого года Социальный фонд России назначил более 14 тысяч пенсий по инвалидности беззаявительно. Иными словами, все выплаты оформляются без подачи заявления на основе сведений, поступающих из Федерального реестра. В 2023 году было назначено около 6 тысяч страховых и социальных пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее не были пенсионерами. Доставка пособий происходит тем же способом, что и ранее назначенные Социальным фондом выплаты. Если же гражданин ранее не получал никаких выплат по линии Социального фонда, то необходимо будет направить заявление о доставке пенсии либо через личный кабинет, либо через функциональные центры. Напомню, что при поступлении сведений из Федерального реестра инвалидов мы назначаем пенсию в течение пяти рабочих дней и, соответственно, направляем на выплату. Рядом с 71 микрорайонами и Большой Шельной строится новая мечеть из Гоой. Ее начали возводить в 2016 году. Рабочие сделали фундамент, подняли стену, обустроили крышу, установили полумесяцы. Сейчас там проводятся отделочные работы. Подробности у Ляйсен-Габдрашитовой. Гульшат Закирова отделочником трудится больше 10 лет. Работа нравится. Особенно приятно смотреть на результат, рассказывает женщина. У нас отделочные работы закончились. Сейчас мы собираемся в таком этапе декоративное покрытие делать. Для этого у нас осталось сейчас окна, потолки обклеить. Газ поступает с улицы. Газ и воду в мечеть провели летом. Пока ведутся внутренние работы, они идут на обогрев полом. Поддержание необходимой температуры в помещениях, рассказывает имам Фарид Шакиров. А вот эти батареи планируется повесить на стену в молельный зал. После завершения молярных работ у нас намечается электрооборудование. Такие работы, все лампочки, все светильники будут установлены. Потом будут внутренние работы, будут возиться внутри купола. Молиться в мечеть из ГАЙ приходят жители из Большой Шельны и близлежащих районов. В этом году праздничные намазы проводились в самой мечети. По пятницам и в остальные дни прихожане на молитвы собираются вот в этом помещении, которое вмещает в себя до 20 человек. Мечеть, расположенная рядом с Большой Шельной и 71 микрорайоном, возводится на денежные средства местных жителей. С начала строительства общими усилиями они собрали более 10 миллионов рублей. Посильную помощь можно оказать и сейчас. Завершить все работы планируют к осени следующего года. Лисанга Бдрашитова, Артем Колесов, Новости, Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь! Продсклад «Победа». Пламбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом 39,90. Мини-круассаны с шоколадом «Монтиоса» 97 рублей. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А. Основка «Медгородок», 9-й комплекс, 12А. Аттестационный пункт «Надежность». Проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля. А также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства «Панакс». Телефон 70 76 20. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Детские письма согревают и дают надежду. Так сказал военнослужащий с позывным «третий». Пока боец находится в отпуске, он встретился со школьниками. Поблагодарил их за неравнодушие и патриотизм. Рассказал истории жизни на передовой. О том, как защитники Отечества получают гум-помощь и весточки от ребят. Как бережно их хранят. Наша съемочная группа также пообщалась с бойцом. Сила, надежда, воспоминания о семье, о том, что есть, ради чего это все происходит. Есть куда возвращаться, где ждут. Это то, что дает ему силы на передовой. А за ленточкой он уже с начала проведения специальной военной операции. Мужчина признается. Так получилось, что он пошел по стопам родных. Его дед был авиатехником. Дядя тоже. Я как бы не думал никогда, что нецеленаправленно, там, со школы пытался эту профессию освоить. Ну, воля и судеб так сложилось, что вот техник, самолет. Отметил мужчина и то, что каждый военнослужащий давал присягу. А присяга – не просто слова. Это уже клятва, поэтому исполнять ее необходимо. Защищать родину, границы, интересы страны, но в первую очередь – родных и близких. Поблагодарил боец детей за письма. По его словам, всегда их читают, вешают в блиндажах. Это дало ребятам еще больше энтузиазма. Некоторые пришли писать письмо солдату вместе с родителями. Решили поддержать наших солдат, потому что им нужна наша поддержка. Они далеко от своих родных, от своей малой родины далеко. И им очень нужна эта поддержка. Вот решили тоже поддержать с дочкой. В такие моменты, когда тебе сложно, самое лучшее, что можно получить – это поддержка со стороны общества. Я желаю, чтобы солдаты приехали домой здоровыми, чтобы неужели они встретились со своей семьей, посидели, рассказали вообще, что как там было. И я очень благодарю их. Писать письмо солдату ребят учили на мастер-классе. Его организовали сотрудники центрального района. Первыми изготовили открытки ученики школ номер 17 и 60, а также лицея имени Галя Кыша номер 84. Позже к ним присоединятся и другие. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набережная Челны. По мере возможностей, каждый старается оказывать помощь военнослужащим. Так дети пишут письма, а более взрослые изготавливают окопные свечи, сухпайки и многое другое. Сегодня мы хотим вас познакомить с серебряным волонтером Натальей Цывака. Ей 71 год. Ежедневно она шьет подушки и наволочки. Их отправляют в госпитали, где лечение и реабилитацию получают наши бойцы. Вот сейчас я строю наволочку для подушки-косточка, которая получится вот такого вида. Вот, смотрите, очень удобная. Такая подушка набита специальным упругим материалом и применяется в госпитале. Наталья Цывака начала шить еще в школьные годы на уроках труда. Ее швейной машинке уже 52 года. И до сих пор она в рабочем состоянии. Именно на ней волонтер и шьет изделие. Уже более 50 наволочек и подушек отправлены в зону проведения СВО. А теперь я как бы себя ощущаю причастной к этому всему. Вот. И, значит, мы готовим в основном изделия для госпиталей. Это такие, например, подушечки-косточки, которые необходимы для подкладывания под больную руку, ногу, чтобы она не соприкасалась с поверхностью. Также Наталья Цывака изготавливает повязки с ВОЙ-ЧУЖОЙ. Белая с вышитой георгиевской лентой на руку, а красная на ногу. Нам присылали видео с госпиталей. Я видела на наших защитниках эти повязки. То есть они их применяют. Дочь Натальи Мария и предложила матери шить для военнослужащих. Сама она тоже не отстаёт от дела. Помогает волонтёрам печатать этикетки для сухого душа и обеда. Пост я увидела в статусе у своей подруги. Помощь нужно было напечатать, а у меня принтер стоял без дела. Ну, я вот решила, пока есть возможность, напечатать. Доброе дело объединяет. Поэтому к семье Цывака начали подключаться и другие неравнодушные челнинцы. Кто-то вяжет носки, а кто-то изготавливает мочалки. Организовывать соседи помогает председатель ТОС Светлый. Она вот предсказала, вот там необходимость такая. Ну, раз необходимость, значит, мы должны помогать. Всю жизнь помогали люди фронту. И мы такие же активисты. Скоро новая партия гумпомощи будет отправлена военнослужащим. И сразу же приступит к изготовлению новой партии. Челнинки признаются, будут помогать настолько, насколько хватит сил. А их ещё много. Яна Вальдю, Ленар Султанов. Новости набережной Челны. Экология, город и мы. Республиканская научно-практическая конференция с таким названием прошла в детском эколого-биологическом центре номер 4. В Челнах она проводится уже более 20 лет. В ней приняли участие школьники из разных городов Татарстана. С исследовательскими работами познакомилась и наша съёмочная группа. Республиканскую научно-практическую конференцию открыли почётные гости. Они поблагодарили организаторов и пожелали удачи участникам. А как появляется лёд? Мне стало интересно. После торжественной части учащиеся педагоги и жюри разошлись по секциям. На защиту своего проекта у каждого школьника всего 5 минут. Помимо теории, ребята рассказывали об исследовательской работе, которую проводили в течение учебного года. Ильсия Зарипова представила присутствующим ещё и макет-поделку. Я хотела показать на этом макете, как работает круговорот воды в природе. Здесь вода под воздействием солнца испаряется и поднимается в небо. Превращается в облака и в виде осадков выпадает на землю. Заявки на участие в республиканской научно-практической конференции ребята должны были подать до 16 октября. У нас был предварительный этап. На предварительном этапе очень много работ от сельдов. То есть мы смотрели самые интересные, самые яркие, самые такие злободневные работы, чтобы их заслужить. В результате в финале на суд жюри было представлено 35 работ. Сейчас большинство всего мира загрязнено пластиком, который вреден для экологии и не способствует биоразложению. Там минимум 100 лет. И поэтому я решил углубиться в эту тему и изготовить козиновый пластик. Я вырастила на приусаленном участке кивана. Это такой экзотический фрукт. Он очень вкусный и он похож на смесь банана и огурца по вкусу. И я сюда пришла, чтобы показать людям, что можно вырастить вот такие фрукты у себя на участке. Я рассказываю, как зубная паста может влиять на эмаль зубов, прочность зубов. Мы использовали в качестве модели зубо-яйцо и делали с ним эксперимент. Как радует, что среди выступающих всегда, понятно, начальные классы, средние классы, но есть и старшеклассники, то есть 10-11 классы. И я уже вижу такие серьезные работы, то есть есть эксперименты. И даже вот сидя на прослушивании всего этого, я поняла, что даже можно бизнес-проекты из этого делать. Лучшие работы школьников были отмечены дипломами и призами от Национального парка «Нижняя Кама». Лисанг Абдрашитова, Артем Колесов, новости набережной Челны. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке, которые приведет Роза Хабибуллина. А я с вами прощаюсь. Увидимся на нашем телеканале. Роза Хабибуллина.